пожалуйста приятного аппетита даник со сладкого начинаешь ну-ка давай пробуй можно кусочек ты как пряник как пряник и правда какой вкусные хотя я в детстве пряники терпеть не могла и так они не нравились что ничего я сажусь жрать его уже не могу я такая голодная меня трясет смотрите какой бутер у меня получился аппетитный вкусно очень делать с лаксом у меня камера грязная рада стать свой цены нужно снимать на камеру нормально с лаксом вкусно с рыбкой попробуйте всем доброе утро надо с чего-то начинать то я тяну 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 дому завтра завтра послезавтра кстати у нас церковь рядом в которой я еще ни разу не было на 8 утра я уже отвела данилку в садик иду в строительный магазин потому что вчера не знаете мне вот за секунду пришла идея сделать фейк камин не настоящий камин из коробок а как раз мимо цены дом эти у нас дизель евро 58 супер евро 73 еще какой-то супер а это наверно для не знаю я не знаю супер класс смотрите какое место такое красивое поле я вот удовольствием бы жила бы в поле поставила бы дома жила а я всегда удивлялась ничего у нас папа говорит я бы в лес построил вот там дом а теперь я понимаю вот на самом деле вот не хочется в мегаполисах жить вот иногда хочется вот жить в тишине чтобы никого не было при этом у тебя в шаговой доступности был бы город вся инфраструктура но вот жить вот или в поле или в лесу было бы замечательно во-первых тишина воздух другой никаких соседей никаких собак лающих никакой стройки рядом красота я практически уже подхожу и сейчас там стояла большая машина привозила каждому дому новый контейнер желтой крышкой чтобы вот так вот эти пакеты у нас не валялись на дороге потому что они очень часто рвутся и мусор разбрасывается животные это все разносят короче говоря у нас теперь дополнительно еще один будет новый контейнер куда их уже ставить у нас черный а bio и для картона 32 сейчас будет 4 это улица вообще у них заборов нет ну как такие только полметра все видно о смотрите у нас соседка есть такая тоже любит фигурки вот этот пруд вот знаете он нафиг не нужен я смотрю кого такие труды они вот только затраты одни на них ладно ухаживать за какой-то чернёй если честно и главное поставить пруд чтобы его накрыть сеткой и вся красота была не видна ну правда чертячо сообщил забора в них нет о вот я нашла себе участок а кстати это возможно участок да его можно купить просто никто не продает такая беленькая смотрите карата как ненатуральная надо же какая красивая сто лет я конечно березку не видела такую беленькую еще вдоль дороги все равно хорошенькие боятся меня отругается прям посмотри а второй наконец-то я дошла строительный магазин куплю коробки клей короче не все так просто как я думала вчера я здесь сделал себе разметку примерно как хотя бы это будет смотреться потому что представить меня было немножко тяжело так все склеила практически но вот вот это вот неровно стоит видите она вот сюда наклоняется почти почти готова вы посмотрите какая махина вдвоем конечно было бы удобнее все это делать и быстрее но с мужем мне кажется лучше такие вещи вообще не начинать потому что переругаетесь сто раз сто процентов это самая обычная обои самые обычные зашли в обе вчера с данилкой и купили что я обои уже не покупала сто лет ну как я последний раз обои выбирала с родителями мне было 18 евро рулон 18 евро я офигел я даже на цену не посмотрела думал ну семь но восемь но 10 она мне 18 все равно коробки неровные был бы эдик с ним переругались но он бы хотя бы мне все по уровню сделал здесь не по уровню на камере не видно могут я подхожу мне я провяжу и здесь поровни хотелось бы данилка уже пришел садика таким образом я собираюсь клеить потому что стоя но вообще нереально это же конструкция очень легкая от твоей овечки же ничего не осталось я не ожидала что будет клею так выглядеть я думал прозрачный не знаю купила первый попавшийся клей на кассе он как паста смотрим не на приклеить это должно просто я думала я разолью клей да приклею а здесь его надо размазывать он засыхает господи на сторона готова слушайте написано что это все дело делает два часа куда там уже два дня мучаемся во первых обои клеить это не мое я не люблю клеить обои вообще никогда этого не делала честно поклейкой обоев конкретно я занимаюсь первый раз я понимаю насколько это тяжело даже может быть на коробке так тяжело то что она неровная обои наверное легче наносить все таки на ровную твердую поверхность но на коробке это какой-то ад немножко подустала ну во первых потому что технологии нет никакой надо все делать по технология а я придумываю на ходу поэтому я мучаюсь и вот здесь я отрезала вообще туда не сюда я еще сидела думала как же отрезать а просто резану ножницами ночью и теперь вот здесь кусочек остался надо как-то заклеивать но на этой стороне там же научилась и сделала правильно слушайте но в целом получилось неплохо конечно есть косяки берите вот здесь пузырицы и все я так старалась я так старалась коробки неровные вот здесь просто я две коробки и склеила неровно визуально было но не в принципе не видно а когда я обои наклеила видите не лежит здесь ну все я ничего переделать не буду естественно есть как есть надо декорировать и мне не хватило представляете мир рулоны не хватило чтобы закрыть вот эту заднюю стенку там есть но ровно наполовину вот половинки не хватает и вот же я покупать еще один рон новый рулон из-за вот этой половинки чуть-чуть нет конечно а так смотрится вы знаете вот прям уютно я наверное едика заставлю сюда купить электрический камин мне прям так нравится я хочу теперь камин а я совсем забыла что у нас есть мы и так редко включаем на новый год или когда друзья приезжают все вот этот цвет мне нравится конечно камеры не передаете поле iphone всем доброе утро у нас понедельника я решила сегодня доснять это видео про камин честно не не появлялась кадре потому что было из этих коровы как лохудра была одета как чучело это раз вообще черти в чем каких-то трениках старых майки непонятно мятая как в общем это сама думал в понедельник покажусь понедельник да сниму смотрите медик привез дрова и они так хорошо сюда вписались еще и на них кину гирлянду и вечером будет типа огонь я настолько забросила youtube я уже больше не ваша ютуберша который снимает изо дня в день в принципе вот я каждый день если честно ловлю себя на мысли что ой было бы прикольно это показать было бы прикольно вот про это рассказать а я настолько отвыкла от камеры я настолько привыкла жить вне вот этой блогерской жизни не подписчики пишут какие же подписчики 3 подписчика тебе пишут нет но все равно есть конечно люди которые в инстаграм не написывают леса почему-то и снимаешь мама тоже спрашивает а чё ты не снимаешь игру мам я не хочу она говорит ну понятно и все как-то даже этот вопрос не обсуждаем честно говоря я смутно помню про что я снимала свой край видит так давно было по походу это было до зубов мне кажется я еще ходила со съемным протезом этот зуб который мне постоянно выпадал планку торты план вот это три коронки красиво да красиво но не свое это какое-то знаете ощущение ну сейчас я начинаю более-менее привыкать но первые дни было вообще думал какую-то херню не вставили в рот правда вот ничего лучше своих зубов нет коронки конечно имплант это все очень красиво эстетично они беленькие но посмотрите да ну правда правда красиво но на самом деле когда я прошла через это все вот через этот какой-то ад зубами я поняла что лучше своих зубов пускай они у вас будут кривые пускай у вас будут косые какие-то желтые серые это всегда можно отбелить или посещать стоматолога делать профессиональную чистку зубов ну как бы это можно поддерживать но если у вас свои зубы в принципе хорошие но они где-то у вас знаете вот эти клыки торчат да или что-то они у вас короткий ну и пускай будут зато они у вас свои они какие-то наклеенные я понимаю если ты артист там у них на телевидении принять принято доходить вы с этими не винирами с коронками полный рот вообще а если ты обычный человек и у тебя в принципе нет проблем с зубами но у тебя есть на это деньги ни в коем случае не идите не ставьте эти виниры но это равносильно как вот нарощенные ногти но это красиво со стороны но это не твое это это что-то инородное во-первых а во-вторых ни один зуб ни один имплант тем более эти виниры они не вечны все равно придет день когда он или выпадет или что-то с ним случится или нужно будет это все дело менять и сейчас у вас есть на это деньги а потом может быть у вас их не будет ну возможности да поэтому если у вас свои хорошие зубы и они где-то вас там не устраивают потому что они у вас кривые или короткие оставьте так что лучше своих зубов вот ничего нет вот эти все беленькие красивые ровные зубы это все только картинка а на самом деле знаете подкажет под любую коронку сколько бы она не стоила какой бы вам врач это не устанавливал со временем с каждой крошкой с каждым приемом пищи туда попадает туда все равно остатки пищи попадают как бы хорошо она не стояла а к чему это приводит это приводит к тому что там собирается микробы образуется запах изо рта у многих кстати людей у которых коронки старые лет по 15 по 20 у них начинает появляться запах потому что их нужно менять а это случается обычно уже на пенсии на пенсии у многих людей вот просто банально нет средств чтобы пойти и заменить себе там коронки я женщину знаю а где-то у меня 11 коронок вверху и сколько-то там внизу мне до час не денег это все поменять просто вот банально нет средств вот но это ладно ей установили коронки еще будучи молодой ситуация такая да у нее было ей нужно было установить а когда я смотрю вот на этих всех инстаграмных девчонок молодых прям молоденьких им по 20 лет они идут стоматологию и просто устанавливают себе виниры на свои красивые ну как бы зубы только только для того чтобы их улыбка казалось там объемнее сами слова были длиннее черти черт я смотрю думаю боже какие вы дура вы сточили свои здоровые зубы чтобы наклеить себе херню в рот это так оно и есть это ладно если есть показания к этому окей но когда у тебя нет и ты просто делаешь это из-за тренда потому что это модно это это такая глупость просто у нас центре полным ходом для подготовка к рождественской ярмарке и она состоится в этом году да да в прошлом году и не было получается позапрошлом елка стояла вот где-то здесь а в этом году они ее поставили прямо по серединке через три дня все откроется через три дня начнется городская пьянка которая будет продолжаться если не закроют да ну целый месяц практически да он сфотографироваться можно будет это типа как мой комик то же самое да только эта крыша о это классно у нас зато будет весело четверга супер кстати все вот эти данил стой здесь не надо там ходить там идут сейчас конструкция вот это весь заканчивается смотрите какой у меня крутой шоколад у меня тут целая коллекция между прочим едик был сейчас в питере и в москве но я попросил из питера привезти мне открытки он не его шоколад целый вагон такой посмотрите в какой упаковке классно жалко это все сделала открывать и пробовать это чижик-пыжик где-то был на фонтанке вот купил мамочки папа этого мне мама любовь потом вот мацепан и темный шоколад никогда наверно не открою да шучу завтра съем какую-нибудь плитку вот такой хорошенький мишка прям вообще классный я люблю санкт-петербург он такой миленький прям вообще шкатулочка ручная работа сделана в россии а где сделано не знал где тифре купил ему очень понравилось для драгоценностей которых нет кольцо можно было стас бриллиантом положительный серьги вот она у меня здесь будет лежать на камине окно в принципе я украсила точно так же как я это делаю в прошлом году все то же самое зато у меня уже здесь технология налажена я быстренько это все сделала буквально наверно за 15 минут гирлянду я делала сама она у меня в принципе готовы вы же лежит я просто наклеила и все единственная елку делала часа полтора наверно два я взяла три палки соединила их вот здесь и обмотал до дахил три палки и обмотала гирлянды а потом смотрю думать что какая-то она пустая и решила повесить шары и так они гармонично здесь смотрятся они так еще подсвечиваются классно это у меня все уже старая года два назад я покупала и эта коллекция у меня в прошлом году не пополнилась из-за коронавируса а в году через три недели я куплю себе две-три карусели какой-нибудь домик фигурки в общем мотор оторвусь батарейки сессию такой красивый дед мороз я потом покажу батарейки не два дня поработают пипец это все естественно с музыкой данька включает постоянно на всю мощь врубит да еще все вместе и вообще с ума сойдешь кстати надо включить вот ты любишь все вместе включить вот это